Сергей Александрович, пожалуйста. Коллеги, я не только поддерживаю включение этого вопроса в повестку дня, более того, я настаиваю на том, чтобы этот вопрос стоял первым содержательным вопросом нашей сегодняшней повестки, после вопроса о мировых судьях. Потому что то действие, которое развернулось на комитете, и то, что происходило вчера, лично у меня вызывает величайшее недоумение. И ваша позиция, Дмитрий Викторович. И на комитете, когда Александр Алексеевич Симановский, Владимир Петрович Демидов, господин Ефимов, открыто, непредвзято говорили о том, что поддерживают корпорацию, и Гастовы поставить на стоп, фактически блокировать региональные инвестиционные проекты, от которых зависит судьба жителей всего Красноярского края, не только севера, всего Красноярского края, фактически те проекты, которые входят в Енисейскую Сибирь. Меня это вызывает недоумение, Дмитрий Викторович. Я считаю это принципиальным вопросом сегодняшней сессии. Я бы понял эту риторику в защиту Нурнителя, если бы это говорили бы менеджеры компании. Но как это совмещается со статусом депутата и статусом председателя законодательного собрания, я решительно не понимаю. Коллеги, я предлагаю рассмотреть первым содержательным вопросом именно этот вопрос, который внес Владимир Федорович. Здорово, Сергей Александрович. Вы молодец. Вы сейчас какие-то дали оценки. Да, значит, не дав возможности, мы сейчас обсуждаем проект повестки. Я думаю, что перейдя к этому вопросу, безусловно, каждый из нас выскажет свое мнение. Я думаю, что мне придется выступать иначе, чем я планировал. Вы имеете в виду, видимо, что по тем вопросам, которые обсуждаются в нашем кругу, на сессии и на комитетах, часть депутатов должна просто молчать по каким-либо соображениям, по вашим оценкам и по отнесению к чему-либо ни было, либо к каким-то там структурам. А я считаю, что все вопросы, которые выносятся на сессию, которые имеют отношение к жизни наших округов, наших граждан, любой человек имеет право и любой депутат, в первую очередь, по любому вопросу высказать свое мнение. И оно будет высказано. Это, понимаете, кроме того, тот вопрос, о котором мы обсуждаем сейчас, он касается не включения кого-то куда-то, а исключения после первого чтения, исключения из, собственно, того списка потенциальных инвесторов, о которых идет речь. Дмитрий Викторович, и сейчас, судя по тому, что вы сейчас озвучили, вы этого права нас хотите лишить. На каком основании? Вот у меня, например, в данном случае, речь идет, вы в мой адрес сейчас бросили камень. Я говорю о своем округе, о своем, который я представляю в законодательном собрании. Поэтому давайте вы не будете ограничивать мое право выступать по тем вопросам, которые касаются в том числе и моего округа, и моих избирателей. Дмитрий Викторович, я ни в коем, ни коим образом не лишаю вас права и любого депутата высказывать позицию. Мы подискутируем, когда будем рассматривать этот вопрос о содержании. Я хочу сказать только одно. Мы все высказываемся, но должны при этом придерживаться государственной позиции в интересах всех жителей края. Это единственное, что я хотел сказать в своем выступлении, настаивая на постановке вопроса в начале повестки. Сергей Александрович, я вам на это скажу, что, видимо, у нас разные оценки, что для государства и для региона более выгодно при оценке этих ситуаций и этих предложений. Понимаете? И вот сейчас, когда мы будем этот вопрос, если он в повестку будет включен, обсуждать, мы с вами выскажемся по этому поводу. Поэтому я вам предлагаю не ограничивать депутатов в их работе и в их оценках по любому вопросу, который выносится на комитеты и выносится на сеть. Спасибо, коллеги. Пожалуйста, Александр Сеевич, прошу. Сергей Александрович, конечно, жаль, что вы начинаете навешивать ярлыки и говорить о том, что за тех депутатов, которые выступали. Конкретно выступал на комитете по двум вопросам. Первый вопрос в том, что исключение предприятий. У меня на округе работает районно-образующее предприятие Горьевский ГОК, которое тоже исключили из этого законопроекта. И мы всегда разумны, если мы кого-то исключаем, мы приглашаем на комитеты те предприятия, которых исключили, почему хотят они этого или нет. Если оба предприятия входят в Енисейскую Сибирь. Я говорю о конкретных вопросах, то, о чем мы говорили. При принятии законопроекта в первом чтении мы говорили, если мы даем льготы предприятиям достаточно богатым, приносящим большие доходы в бюджет Красноярского края, мы должны говорить о том, что если мы предприятию даем льготы, мы должны принять норму о том, чтобы эти предприятия несли социальную ответственность на тех территориях, на которых они работают. У нас с вами есть конкретный пример. Льгота Русалу в поселке Таежном, где мы им дали льготу, но поручили, чтобы они построили два детских сада, школу на 1400 человек, жилье, больницу. Александр Алексеевич, я прошу прощения. Потому что он начинает действовать реально с 1 января 2021 года, потому что нет заключения прокуратуры, потому что нет финансово-экономического обоснования, потому что не услышаны те проблемы предприятий и депутатов, которые хотят вносить конкретные поправки в этот законопроект. Уважаемые коллеги, давайте не будем превращать нашу сессию не поймем во что. Мы сейчас обсуждаем все-таки дополнительные вопросы, а мы почему-то, но нас Сергей Александрович спровоцировал, мы перешли к обсуждению сути этого вопроса. Есть предложение голосовать. Уважаемые коллеги, давайте жить дружно.